Добрый день, уважаемые коллеги! Два часа, поэтому, я думаю, мы можем начать наш запланированный вебинар. Сегодня я хотела бы поговорить с вами о всероссийской проверочной работе по биологии именно для шестого класса. За последние три года мы привыкли к тому, что каждый апрель-май мы пишем работы по окружающему миру, математике, русскому языку. И это было все в четвертом классе начальной школы, и постепенно поднимается вверх. И в этом году флагманом будет являться шестой класс, который будет писать первые пробные работы, всероссийские проверочные работы. Будем с вами честными, за эти три года мы с вами прекрасно изучили, какие требования предъявляются к работам, где результаты этих работ учитываются, как реагировать на результаты работ, в чем цель проведения этих работ. Поэтому, чтобы не занимать ни ваше время и не тратиться... ...своё драгоценное время, поговорим непосредственно о ВПР для шестого класса. В этот раз я решила изменить формат вебинара, и я не просто расскажу вам, какие там задания, как следует их выполнять, но и постараюсь подсказать, какие материалы следует использовать, и что лично я буду использовать на практике для подготовки детей непосредственно к всероссийской проверочной работе, которая пройдет в апреле месяце. Программа шестого класса по биологии, в принципе, идентична, однако несколько отличается в разных линиях биологии. Это отдельная линия пасечника, отдельная линия сонина, но и там мы можем вычленить общие черты. Единственная проблема, что тот, кто использует чистое ботаническое направление, то есть изучает растения в шестом классе, естественно, столкнется со сложностью в плане животного мира. Хотя, в принципе, особых знаний строения животных данная работа не требует, и потом мы имеем право отмечать, что данный материал нами не пройден согласно имеющейся рабочей программе. Перейдем непосредственно к заданиям по ВПР. Отметим, что заданий всего 10, во всяком случае в той демо-версии, которая на сегодняшний день доступна в сети. Никаких дополнительных материалов, по крайней мере для шестого класса, точно так же было и с пятым классом в прошлом году, найти практически невозможно. В этом году мы имеем изобилие материалов для пятого класса и, опять-таки, ничего для шестого класса. Поэтому, исходя из демо-версии, давайте посмотрим, что мы имеем, какова цель задания, как готовить к этому заданию детей. Весь обсуждаемый материал я попыталась выложить в таблице. Итак, первое задание. Давайте посмотрим, как выглядит эта первая задание. Вы видите, что здесь предлагается картинка, несколько картинок, и просьба подписать животных. Кажется, как легко. Безусловно, это дает ребенку чувство успешности. А вторая часть задания уже просит вычленить то лишнее, что не вписывается в общий список. И не важно, насколько грамотно ребенок вычленить лишнее. Главное, чтобы он дал обоснование своему действию. И сейчас мы об этом поговорим. Итак, первое задание. Проверять знания особенностей систематических групп. Почему это могут быть и растения, и вирусы, и бактерии, и животные. В качестве умения задание проверяет, умеет ли ребенок на рисунке различать представителей основных групп. А вторая часть проверяет, может ли он найти характерные отличия членов той или иной группы. Задание оценивается тремя баллами. Первая часть дает ребенку два балла. И вторая часть дает ребенку один балл. Ну, в соответствии с критериями. Что можно посоветовать и учащимся, и нам, как преподавателям? Первое. Научить ребенка внимательно изучать рисунки. Постараться узнать объекты, отметить их, неузнанные объекты, попытаться определить с помощью имеющегося перечня слов. Вот я сейчас попытаюсь показать. Вот вы видите перечень слов. Далее, вычленить критерии для сравнения. То есть ребенок должен четко понимать, что он сравнивает. Внешний вид, способ передвижения, может быть, просто количество клеток внутри того или иного живого организма. И обязательно научить его обосновывать. Не просто написать, что, допустим, волк лишний, потому что он волк. Это неправильный ответ. Дать обоснование. То есть, построите фразу так. Научить их работать вот с такими фразами. Это волк, предположим, потому что он не летает, не ползает. Состоит из множества клеток. Вот эта фраза даст ребенку возможность успешно выполнить вторую часть задания. Для этого достаточно минут 10 на примере любого биологического материала внутри урока. Вы можете провести данную подготовку. Давайте посмотрим, как же выглядит это задание интерактивно. Заходим в наш магазин, открываем. Ну, вот возьмем самый последний вариант, задание первое. Перед вами фотографии. Попытаемся распределить, кто из них кто. Амеба. Инфузория туфелька. Медуза. Эвглена зеленая. Проверяет. Вызывает это интерес у детей, активирует их, мотивирует на дальнейшее выполнение. Двигаемся дальше. Отметьте название объекта, выпадающего из общего списка. Ребенок может найти массу причин, по которым тот или иной объект выберет. Например, он может выбрать амебу, потому что она не держит постоянную форму дела. И если он обоснует, это будет правильное обоснование. Он может выбрать медузу, потому что медуза многоклеточная, а все остальные организмы одноклеточные. Предположим, я нажимаю медузу, а вот здесь он должен внести объяснение самостоятельно. И от вас, как от учителя, требуется возможность проверки. Проверяем. Верно. Возвращаемся к нашей презентации. В данном задании ребенок может вычленить как критерий для сравнения способность к полету. Или же покрытость шерстью. Тогда выбираются три одинаковых, одно лишнее. И если дано правильное обоснование, мы не вправе зачесть ответ как неверный. Двигаемся дальше. Задание номер два. Это знание, проверяет знание на устройство оптических приборов. Знание строения клетки. То есть то, что ребенок в шестом классе может увидеть в обычный световой микроскоп. И мы занимаемся этим на лабораторных работах и в основном в начале года. Возникает вопрос. Помнит ли он строение микроскопа к апрелю месяцу? Настолько ли часто вы проводите лабораторные работы с использованием микроскопа? Если да, замечательно. У меня, например, при часе в неделю не всегда хватает времени использовать микроскоп. В лучшем случае это один, максимум два раза в месяц. Проверяются умения, насколько он хорошо пользуется микроскопом. Как он может оценить получившееся изображение. Ну и задание оценивается по каждому пункту, по одному бану. Вот здесь перейдем к заданию. А затем что я советую вам сделать. Значит, задание выглядит следующим образом. Вы видите микроскоп с подписанными частями, основными частями, естественно. Затем спрашивается, что обозначено на рисунке той или иной цифрой. Какова роль этой части микроскопа. И следующее задание на то, что можно увидеть микроскоп, как называется та или иная часть клетки. То есть знание клетки, основных ее компонентов необходимо знать. Ну и определять общее увеличение. Здесь достаточно просто объяснить ребенку, что необходимо умножить увеличение окуляра на увеличение объектива. И мы получим ту цифру, насколько увеличился объект. Что вот в данном случае мы рекомендуем сделать? Значит, первое. Необходимо повторить строение микроскопа. Ну просто повторить его, раздах микроскопа, неинтересно. Подготовьте заранее к уроку таблицу. Вот видите, да? Подписанная у нас, подписанная часть микроскопа. Более того, рядом с каждой частью в виде таблицы вы видите, есть функция, для чего нужна та или иная часть. Данные, рисунки и таблицы можно распечатать с интернета. Это не сложный процесс. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Значит, раздаете эти таблицы и, безусловно, повторяете строение клетки по той же схеме. Картинка клетки, функции, частей в виде таблицы. И это служит им памятками. Вы можете включать эти задания уже сейчас в свои проверочные работы или как дополнительный материал при опросе домашнего задания. Но заранее раздайте обязательно опорный материал, чтобы ребенок мог подготовиться по данным карточкам или схемам. Давайте рассмотрим, как выглядит интерактивно данное задание. Ну, раз я уже взяла пятый вариант. Вот микроскоп. Что обознать на рисунке цифрой 7? Ну, насколько я видела, это был предметный столик. Для чего он нужен? Дан перечень функций. Ну, вот я думаю, что вот так. Верно. Что он обозначил на рисунке цифрой 4? Предположим, я ошибаюсь. Я не узнаю, что это, и отмечаю, что это ядро. И неправильно умножаю, и получаю, ну, допустим, 220. Проверяю. О, я совершила ошибку. У меня есть возможность вернуться. Вы видите, возможность к возвращению. Это второе. Это второе задание. Переходим к заданию номер 3. Задание номер 3 проверяет общие знания за курс 6 класса. Вот здесь, именно в этом задании, мы можем столкнуться с проблемой разности программ. То есть тот, кто проходит чистую ботанику, и у кого идет не линейный курс, а концентрический, и там есть и животные, и растения, имеют, конечно, преимущество, в отличие от тех, кто проходит только ботанику. Здесь в качестве метапредметных умений проявляется умение читать и понимать биологический текст. Задание оценивается двумя баллами. Один балл ставится, если допущена одна ошибка. Более одной ошибки – ноль баллов. Что здесь можно посоветовать? Только внимательно читать текст и повторить некоторые опорные моменты из программы по биологии за курс 6 класса. Вот выглядит текст так. Мы облегчаем ребенку деятельность, мы даем им возможность выбора из списка тех или иных объектов. Посмотрим в интерактивной форме, как выглядит данное задание. Ну и вот здесь питание растения взяла нейтральный текст. Воздушное питание растения осуществляется через, что выбираем? Предположим, лист. А почвенное питание, ну, выберем. Для воздушного питания необходим или солнечный свет. Ребенок может попробовать, и тот и иной вариант. Процесс воздушного питания растений называется, он может возвращаться к этому. А почвенного питания, ну, что можно здесь выбрать? Всасывание. При воздушном питании образуются органические вещества, при употребляются минеральные. Давайте проверим, насколько правильно я выполнила задание. Вот задание выполнено, ребенок получает возможность почувствовать себя успешным. А вы можете спокойно ему поставить баллы за данное задание. Задание номер 4. Оно проверяет знания важнейших жизненных процессов, протекающих в растительном и животном организмах. И роли отдельных структур в этих процессах. Главное здесь умение работать с биологическим рисунком. Так как задание состоит из трех частей, это максимальный балл, три балла, за каждую часть один балл. Вернемся к заданию непосредственно. То есть данный рисунок и просьба объяснить, что здесь происходит с живым организмом, какое это свойство и какая структурная часть тканевая или органоидная выполняет данную функцию. Что нужно повторить? Повторить основные свойства живого, исполнить системы органов или тканей, которые обеспечивают данное свойство. Если мы говорим, например, о раздражимости, вспомните нервную систему и нервную ткань. Если мы говорим о росте растения, нам нужно вспомнить образовательную ткань. Если мы говорим о функции дыхательной, давайте вспомним систему, легочную дыхательную систему. Ну и так далее. Значит, первое, повторяем обязательно. Повторяем обязательно свойства живого. и части, которые выполняют данную функцию. Ну вот так выглядит данное задание в интерактивной форме. Четвертое задание. Итак, вот дан опыт, предметное стекло, перемещение в более темное пространство. Какое изменение произошло? То есть ребенок должен зафиксировать то, что он увидел. Предположим, выбирает, проверяет себя, верно. Значит, он правильно выбрал, что они двигаются в темное место. А какое это свойство? Раздражение. С помощью чего? А вот амеба же одноклеточная, и он должен это вспомнить. Значит, у него нет специализированных клеток. Вот та тонкая грань и та сложность, с которой столкнутся те, кто идет в курс, проходит в курс 6 класса по ботанике. То есть вот здесь вам придется уделить как минимум пару дней, чтобы такой экскурс сделать в общие свойства животных организмов. Перемегаемся дальше. Задание 5. Давайте посмотрим, как оно выглядит. То есть здесь надо знать строение. В данном случае я взяла цветкового растения, но это может быть и животное. Функцию данной определенной части. Ну и, естественно, что эта часть содержит, какие клетки. Значит, знание строения и функций частей животного и растительного организма. Умение различать биологические объекты и их части. Умение определять их роль в жизни организма. Задание оценивается четырьмя баллами. Что рекомендую повторить? Это строение цветкового растения, название частей и их функций, и строение животного организма. Но вот здесь я соглашусь с теми, кто мне скажет, мы животных не проходим, мы вообще их не трогаем в 6 классе. Будем надеяться, что животных не будет, искренне будем на это надеяться, но тем не менее, пожалуйста, вот я, покопавшись в интернете, нашла такие таблицы и рисунки. Я не буду обсуждать с вами, правильно это или неправильно. Факт остается фактом. Есть работа, есть описание работы. Поэтому давайте исходить из того, что мы имеем на сегодняшний день. А детей подготовить надо, дети не должны страдать из-за некорректно составленных заданий. Но еще раз повторю, я искренне надеюсь, что будут в основном растения. Посмотрите, здесь таблица о том, об основных системах, что в них входит и какие функции выполняют. И то же самое касается цветкового растения, все части растения и их функции. Как выглядит это задание в интерактивной форме? Выбираем. Вот, пожалуйста, прописываем. Корень какой цифры обозначен? 6. Плод какой цифры? 1. Лист, ну, предположим, ошибаемся, пишем 5. Проверяем. Неверно, можем поправить. Идем дальше. Какую функцию выполняет плод? Выбираем защиту и распространение семян. Что образуется в плоде? Семя. Проверяем. Все верно. Переходим к следующему заданию. Следующее задание у нас, задание номер 6. На мой взгляд, это очень простое задание. И если научить детей его выполнять, они справятся с ним успешно все. Вне зависимости от того, будет там животное или растение на рисунке. Знания, первоначальные таксономические знания, используемые при описании широко распространенных растений и животных, это взято непосредственно из описания всероссийской правительственной работы по биологии. Поэтому вы видите, слово животное здесь есть. Как оцениваться? Оценивается в два балла. Один балл ставится, если в ответе указаны неверно только два названия, то есть перепутанные места. Запомнить схему систематизации для животных и растений, помнить, что вид – это наименьшая единица, которая обозначается двумя словами – существительным и прилагательным. И начинать поднимать паспорт непосредственно снизу. На примере растительного и животного организма. Тоже можно проделать вот такую работу. Посмотрим, как это задание будет выглядеть в интерактивном режиме. Выбираем шестое задание. На картинке у нас волк. И просят составить его паспорт. Ну, начнем. Самое крупное – животные, млекопитающие, волк, восточный волк. Проверяем. Выполнили верно. Предположим, мы сделаем это задание неверным. То есть у ребенка есть шанс исправиться и при этом оставаться успешным, что чрезвычайно важно. И не будет его пугать и вызывать стресс от всероссийской проверочной работы. Задание номер 7. Требуется дать объяснение представленной на графике закономерностей на основе биологических знаний. Вот, посмотрите, как будет выглядеть это задание. Возвращаемся. Надо отметить, что при длительном преподавании я пришла к выводу, что дети с графиками работают прекрасно. Практически никогда не ошибаются. Даже те, кто пишет ЕГЭ задание 21 в ЕГЭ, для них самое легкое. Хотя, на мой взгляд, задание подразумевает целый ряд компетентностных умений, которые связаны с измерением, вычленением, формулировкой выводов, основываясь на графическом построении. Тем не менее, дети справляются. И начинает формироваться это умение именно в 4-5 классе, в 6 классе оно уже достаточно хорошо сформировано. Но вы можете поработать с детьми, непосредственно пользуясь линейкой и объясняя, например, тех, у кого не получается, как это сделать. А те, у кого получается, могут служить помощником учителя и помогать тем, кто менее успешен в данном задании. Задание оценивается в 2 балла. И вот, пожалуйста, здесь мои рекомендации в плане того, что пусть чертят, дайте им линейку, дайте им цветной карандаш, пусть чертят, пусть вычленяют то, что является главным в данном графике для ответа на вопрос. То есть научить их работать со системой координат. И вторая часть задания, она подразумевает формулировку вывода. То есть что можно сказать на основе графика. Здесь просто необходимо дать ребенку попытаться это сделать пару раз самостоятельно, и он прекрасно осознает, как действовать в данной ситуации. То есть если увеличилось количество бактерий, предположим, значится, были и благоприятные условия. В противном случае они бы не увеличились. Или наоборот уменьшилось, значит условия стали неблагоприятными. Значит вспоминаем, а что такое благоприятные и что такое неблагоприятные условия. Посмотрим, как выглядит это задание в интерактивной форме. Вот, пожалуйста, график. Вы видите, качество графика достаточно хорошее, поэтому ребенку очень легко определить интервал, в котором изменится скорость размножения бактерий. Проверяем. Вот мы видим, растет. Скорость, спускаемся вниз. Предположим, вот так. Как можно объяснить, что скорость размножения снижается после 36 градусов? При температуре выше 36 бактерий гибнут. Это неверно, потому что бактерии все еще живы, просто их количество уменьшается. Количество бактерий уменьшается, так как сокращаются запасы еды. Возможно, молочнокислые бактерии не живут при температуре 38 градусов. Проверяем. Живут. При температуре выше 36 градусов бактерии предстоит активно размножаться, так как высокая температура для них не комфорт. Поскольку график отражает количество бактерий от температуры, то ребенок может выбрать не второй вариант с уменьшением просто бактерий, а вот данный вариант по выводу. Переходим к следующему заданию. Следующее задание, восьмое. Это знание правил проведения эксперимента. То, чему мы учим детей еще в программе окружающего мира. Это умение проводить анализ виртуального эксперимента, формулировать гипотезу, ставить цель, описывать результаты, делать выводы на основе полученных результатов. Задание стоит 4 балла. Естественно, это не просто базовое задание, а повышенного уровня сложности. И здесь необходимо вспомнить правила проведения эксперимента. Что мы видим в заданиях? Мы видим в заданиях описание эксперимента. Затем мы просим сопоставить, что за свойства организма проверяет экспериментатор. А свойства мы уже с вами повторили к заданию, если мне не изменяет память, 4. И какой вывод следует сделать о жизнедеятельности растений? Конечно, в ВПР они будут писать выводы сами. Здесь мы просто их учим тому, как может выглядеть вывод. Поэтому даем возможность выбора. Ну и вычленить, что же все-таки, какой фактор проверял экспериментатор на растениях. Ну давайте посмотрим в интерактивной форме, как это будет выглядеть. Восьмое. Вот, пожалуйста. Значит, дано описание эксперимента, дано контрольная группа и две экспериментальные группы. Мы видим, что здесь удалена одна семидоля. Влияние какого условия на прорастание семян изучал Миша. Про свет явно ничего не сказано про температуру, тоже время прорастания не указано, необходимость доступа воздуха не показана. Но что связано с целостью семян, вычленить мы можем. Какой вывод следует сделать? И дальше он должен внимательно прочитать текст, что требует умения работать с текстом, и вычленить то, что является наиболее важным. Вот, предположим, я выбираю наугад. Ну вот попало. Оказалось, вывод сформулирован верно. Какое из перечисленных условий является согласно опыту, проведенному Мишей, необходимым для прорастания семян? Ну, здесь абсолютно очевидно, целостность семян и, опять-таки, обоснование, что это именно целостность семян. Он может выбрать и доступ воздуха, но тогда он должен обосновать данный момент. И здесь, конечно, машина уже не проверяет, приходится проверять учителю. Двигаемся дальше. Следующее задание, девятое, ну, сказать, что он управляет конкретные биологические знания, не совсем было бы корректно. А вот умение проводить сравнения, работать со схематическим изображением и пользоваться знаковыми обозначениями, читать схемы, да, активно и хорошо проверять данные умения у учащихся. Это стоит 4 балла. И научитесь, надо только внимательно работать с условными обозначениями. Смотрите, значит, данные условные обозначения, причем, на мой взгляд, выносливые, капризные, такие два понятия, да, не совсем альтернативные, скажем так. Данные два понятия. Комнатная температура и регулярный опрыск, то есть определенный уровень влажности. Дальше требуемый режим полива и отношение к свету. Дальше даются непосредственно растения, два растения, и около них их описание. Здесь требуется от ребенка вписать. Мы специально не дали выбрать, а чтобы он сам мог писать, то есть расшифровать символы. И затем сопоставить две картинки и выбрать, что является общим, а что является различным в данных растениях. Здесь он должен внимательно прочитать вопрос, чтобы понять, что хотят от него, по каким приведенным в описании позициям эти растения не имеют одинаковых характеристик, или наоборот, имеют одинаковые характеристики. То есть, опять-таки, работа с текстом. Достаточно объемное задание для проверки различных умений. В интерактивной форме смотрим. Таблица. Можем вписывать. Значит, мы знаем, что вот это у нас обозначает выносливое. То же самое мы видим на рисунке для Агавы. Не буду. Вот так. И так далее. Здесь обратите внимание, если мы вернемся вот сюда, очень важно, вода в поддоне 2D. Если ребенок пропускает 1D, то ответ может быть неверный. Ну, я не буду занимать ваше время, я просто проверю. То, что внесено правильно. Проверяйте, что разного. Мы видим освещенность разная и требования к почве. Важность, воздух, температура, режим полива и свет. Проверим. Не имеют одинаковых характеристик. Вот, значит, мы правильно отметили. То есть, задание мы выполнили. Можем обновить и попробовать еще раз. Следующее задание. Это задание 10. Знание позвоночных и беспозвоночных животных. Поскольку в демо-версии именно это задание, то и проверять мы будем именно его. Это узнавание объектов по их изображениям. Определение возможных сред обитания в природе. Что дети помнят, в принципе, с пятого класса. Умение работать со схемой, отражающей развитие животного мира. Задание стоит 5 баллов. Здесь необходимо вспомнить позвоночных и беспозвоночных животных. Если вы этого вообще не проходили за курс шестого класса, то можно составить таблицу, где вы распишите, что моллюски, раки, пауки, это беспозвоночные и так далее. А те, у кого есть внутренний позвоночник, то это будут позвоночные животные тоже расписать. Ну, просто другого выхода нет. Этапы усложнения животных и вспомнить среды обитания, а также характеристику сред, в которых то или иное животное обитает. Вот данное задание состоит из трех частей. Необходимо выбрать того или иного животного названия, узнать их. Повторяется задание номер 1.1. Дадим определить среды обитания. После этого сопоставить этих животных с таблицей, со схемой предложенной, ну и определить, кто позвоночный, а кто беспозвоночный. Попробуем выполнить данное задание в интерактивном режиме. Итак, крот, божья коровка, вот это дает ребенку уже 1 балл, тигровая вода. Соответственно, почвенная среда, рот, водная среда, божья коровка. Проверяем. Посмотрите, обратите внимание на следующий момент. Ребенок, если запишет, он же ошибку не совершил. Вот. Потому что он должен четко перенести то же название, что и подписал под картинками. Выбираем. Где у нас стоит акула? Вот. Где у нас крот? Вот. Кто у нас был еще тут? Божья коровка. Где у нас божья коровка? Это насекомое. Вот, вероятно, так. Проверяем. Предположим, дети не понимают вот этих картинок. Они могут открыть и прочитать. В соответствии для каждой цифры. Ну и кто относится к беспозвоночным? Конечно, божья коровка. Вот. Вот так выглядит данное задание. В заключении хотелось бы пожелать вам удачи в выполнении данных заданий, подготовки детей к всероссийской проверочной работе и пару слов о пятом классе. У нас уже был вебинар в прошлом году, тоже такой флагманский вебинар. И сейчас надо отметить, что работа в принципе не изменилась. В демо-версии вы можете наблюдать те же картинки и те же вопросы, за исключением добавления одного задания, связанного с профессией. В демо-версии это цветовод, озеленитель, как хотите его назовите, главное правильно обоснуйте. То есть это любая биологическая профессия или специальность. В остальном в пятом классе работа осталась точно такая же. Надо отметить, что в прошлом году работа была выполнена достаточно успешно детьми. И несмотря на то, что говорилось о том, что там очень много ботанического, а в пятом классе ботанику на таком уровне практически не проходит, дети тем не менее справились и продемонстрировали свою осведомленность в биологических объектах и в функциях различных частей растений. Здесь нужно быть абсолютно правдивым и сказать, что дети молодцы, что справились со столь сложной работой. Мы надеемся, что и шестиклассники с помощью вас, учителя, справятся с этой работой. И обратите внимание на мои рекомендации, потому что в ситуации, когда работа не совсем соответствует программе, возникнут определенные сложности. Простов!